Привет, друзья! День, когда новорожденный появляется на свет самый счастливый день в жизни человека. Но, к сожалению, для некоторых родителей этот день бывает самым грустным. Вы когда-нибудь бывали в родильном доме? Если да, то вы могли заметить наклейку фиолетовой бабочки на люльке новорожденного. Этот знак, как ничто другое, олицетворяет, что жизнь и смерть порой идут рука об руку. Но что же означает эта наклейка? В сегодняшнем видео мы расскажем о ней, потому что об этом должен знать каждый. Молодая мама Милли Смит, родом из Великобритании, узнала о своей беременности и, конечно же, была на седьмом небе от счастья. Милли и ее муж мечтали о ребенке уже несколько лет, и казалось, что ничто не может омрачить их радость. Тем не менее, одна горькая мысль отравляла жизнь будущей мамы. А что, если родится двойня? Женщина молилась о том, чтобы ребенок был только один. Нет, причина не крылась в том, что воспитывать двух детей дорого. Не боялась Милли и того, что растить малышей морально и физически сложно. Причина, по которой женщину приводила в ужас одна только мысль о двойне, крылась в ее семейной истории. Дело в том, что в семье Милли женщины довольно часто рожали близнецов. Однако после рождения домой отправлялся только один ребенок. Второй, к сожалению, погибал до родов или во время них. В конце концов, Милли узнала, что и она беременна двойней. Женщина начала переживать, ведь на то у нее были веские причины. На сроки в 12 недель она первый раз сделала ультразвук, и оказалось, что один ребенок болен. Заболевание под названием эненцефалия, которым был поражен малыш, это порог развития, когда мозг ребенка полностью или частично отсутствует. Как бы это грустно ни звучало, дети с таким заболеванием не выживают. Вынашивание ребенка Милли переносило очень тяжело. И несмотря на это, она не стала прерывать беременность, потому что у второго малыша был шанс на жизнь. Каждый раз, когда женщина чувствовала, как в ее животе пинаются малыши, ее сердце сжималось от любви. Но не только к здоровому ребенку. Невозможно объяснить, как Милли все-таки перенесла эту беременность, зная, что только одной крохе суждено жить. Горечь потери ребенка – самое страшное, что может произойти в жизни человека. И Милли познала ее задолго до того, как случилось страшное. Наконец пришло время, и женщина родила двух красивых девочек – Калли и Скай. Калли – здоровая малышка. Скай, к сожалению, должна была прожить всего несколько часов. Как бы больно ни было Милли и ее мужу, они хотели, чтобы маленькая Скай была окружена любовью. Женщина обнимала и баюкала малышку до самого конца. Прежде чем Скай погибла, все это время она была с мамой. Но времени у них было немного – всего лишь час. Здоровая девочка во время трагедии находилась в отделении интенсивной терапии. Когда Милли пришла, чтобы подержать дочку на руках, рядом оказалась другая мама. Она тоже родила близнецов, правда здоровых. Не подозревая о горе Милли, женщина сказала, «Как же вам повезло, что у вас не близнецы». Эта фраза, брошенная небрежно, без злого умысла, в буквальном смысле разбила Милли сердце. Именно в тот момент в ее голову пришла идея. Она решила создать символ тех, кто ушел слишком рано. Ничто не может удержать мать, которая только что потеряла ребенка. Милли знала это, как никто другой. Однако она также знала, что неосторожные слова могут сделать очень больно. И женщина решила положить этому конец. Она создала табличку с яркой фиолетовой бабочкой и надписью. Обращайте внимание на наклейку фиолетовой бабочки на детских кроватках и инкубаторах. Посещая отделение неонатологии, будучи партнером или другом, пожалуйста, обращайте внимание на наклейку бабочки. Она обозначает, что ребенок был частью множественной беременности, но, к сожалению, не все дети выжили. Разумеется, такая табличка не помогала справиться с болью потери, но Милли справедливо рассудила, матери, потерявшей ребенка, не нужны лишние вопросы. Бабочка должна была хоть чуть-чуть облегчить жизнь тех, кто потерял кроху. Когда Милли и ее муж наконец смогли забрать здорового ребенка домой, они были невероятно благодарны за свершившееся чудо. Конечно, им было грустно, но в память об умершей Скай они решили окружить Калли двойной любовью. Когда Калли исполнилось несколько месяцев, ее родители решили основать в честь Скайфонд. Они назвали его Скай Хай Фаундэйшн. Фонд отправлял стикеры людям, сделавшим взнос. Его цель – помочь пройти через горе родителям, которые потеряли ребенка при множественной беременности. На стикере была изображена фиолетовая бабочка и поэма. Не всем близнецам суждено ходить рука об руку. Иногда у одного из них вырастают крылья, чтобы летать. История Милли – это история о сильной женщине, которая перенесла невероятную боль. Однако она смогла вынести из этой боли урок, позволивший ей совершить невероятно добрый поступок по отношению к другим матерям и отцам. Теперь вы знаете, друзья, что означает наклейка фиолетовой бабочки на детской кроватке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова